Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Дмитрий Суржик. Я представляю доклад «Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Военные преступления?» Дискуссия продолжается. Дискуссия о том, являются ли атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки оправданными, или же, наоборот, являются военными преступлениями, до сих пор волнует американское общество и американских историков. Поводом к возобновлению дискуссии послужил визит президента США Барака Обама в Хиросиму 27 мая 2016 года. Это был третий официальный государственный визит американского лидера в страну Восходящего Солнца. Ранее Японию посещали со своими супругами президент США Джордж Буш-старший в январе 1992 года и Билл Клинтон в апреле 1996 года. В ноябре 2017 года в страну с официальным рабочим визитом прилетал президент Трамп. В отличие от него, визит Барака Обамы был менее официальным, менее деловым и более эмоциональным. Обама выступил перед японской аудиторией, состоявшей как из переживших бомбардировку, так и из их потомков у мемориала мира в Хиросиме. В своей речи он сказал, что, цитирую, технологический прогресс без аналогичного прогресса гуманитарных институтов может погубить нас, конец цитаты. А технологии подобной разработки ядерного оружия, цитирую, также требуют моральной революции, конец цитаты. Во время пребывания на японской земле первого чернокожего президента США, там даже собралась манифестация с требованием извинений за атомные бомбардировки. Но кортеж президента провезли мимо и даже не показали ему. И Обама, несмотря на морализаторство, участие в траурной церемонии и обнимание с японцами, пережившими лучевую болезнь по вине американца, официального извинения так и не принял. Напротив, он дал понять присутствующим, что это японцы виноваты в начале Второй мировой войны и, соответственно, в судьбе Хиросимы и Нагасаки. Ведь, несмотря на высокоразвитую культуру, они поддались, цитирую, тому же природному инстинкту доминирования и завоевания, который служил источником конфликтов самых первых племен. Конец цитаты. Американские корреспонденты, освещавшие визит, также отметили несоответствие между словами о безъядерном будущем и делами президента Обама, который медленнее других его предшественников с 1991 года сокращал ядерный арсенал. Японское руководство решило не поднимать перед американским лидером очередное убийство американским военнослужащим молодой японки, которое произошло незадолго до этого. Напротив, было сделано все, чтобы показать тесное сотрудничество двух стран и теплые отношения между их лидерами. За две недели до визита, как только о нем стало известно общественности, основатель и президент Американского либертарианского просветительского фонда «Будущее свободы» Якоб Хорнбергер выступил с большой статьей. В ней он остановился на непоследовательности американского правосудия, осудившего лейтенанта Келли за бойню в Сангми, но отказывающегося признавать такими же военными преступлениями атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Статья Хорнбергера заканчивается выводом. Настоящая причина, по которой так много американцев отказывается верить, что ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были военным преступлением, заключается в неспособности или нежелании признать, что их, американское собственное правительство, было способно и действительно совершило тяжкое военное преступление, преднамеренное убийственником ботантов, в основном женщин, детей и стариков. По мнению многих американцев, пишет Хорнбергер, на это, то есть на военные преступления, способны только иностранные правительства, но никак не свое. Конец цитаты. Таким образом, можно сказать, что американская исключительность продолжает существовать как образ мысли. Год спустя, после визита Обамы на японскую землю, влиятельный столичный еженедельный журнал Washington ExoMiner устами своего обозревателя Филиппа Вегмана провозгласил, «Атомная бомбардировка Хиросимы была ужасной, но она не была военным преступлением». Конец цитаты. В качестве оправдания хорошо знакомы аргументы о спасении жизни американских военнослужащих, которые были избавлены от кровопролитных боев на японских островах. Ведь, как полагает автор, атомные бомбардировки, я цитирую, не были беспорядочными, и японское население не было гражданским. Высадка на основную территорию Японии могла наверняка перерасти в кровавую баню, пишет Вегмана. В стороне народа Камикадзе американские солдаты неизбежно пали бы жертвой призванных на военную службу стариков с бамбуковыми копьями и детей со взрывчаткой. Хотя и ужасная своими одномоментными последствиями, ядерная бомбардировка помогла избежать кровавых уличных боев с мобилизованным гражданским населением. «Конечно, уничтожение двух городов было гуманнее», пишет Вегман, «чем истекать кровью, продвигаясь по стране восходящего солнца». Конец цитаты. В подтверждение своих слов автор приводит характеристику Хиросимы и Нагасаки из официального доклада инженерного корпуса армии США, который и называется «Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаевы». Доклад был подготовлен по указанию генерала Лесли Гровза. В этом документе Хиросима описывается, в частности, цитирую, как «важный в военном отношении город». В нем находилась штаб-квартира второй армии, которая руководила обороной всей Южной Японии. Город использовался как узел связи, склад и пункт комплектования новых воинских частей. Как говорилось в одном японском докладе, продолжают американские инженеры, «Наверное, более тысячи раз за время войны жители Хиросимы продолжали войска, уплывающие из гала неприветственным кликом бонзай». Население Хиросимы, я продолжаю цитату, «ранее достигало максимума в 380 тысяч человек». Но непосредственно перед атомной бомбардировкой оно значительно сократилось из-за систематических эвакуаций, проводимых японскими властями. Во время атаки население составляло примерно 255 тысяч человек. Эта цифра основана на количестве зарегистрированных для получения рационов. Таким образом, население Хиросимы сопоставимо с городом Провиденс в Рот-Айленде или столицей штата Техас, Далласа. Конец цитаты. Нагасаки американские военные инженеры описывали, как, цитирую, «один из крупнейших морских портов, имевших большое значение в годы войны из-за своей высокоразвитой многоотраслевой промышленности, в том числе производства артиллерии, кораблей, военного оборудования и других военных материалов». Конец цитаты. Как пишут современные исследователи, для определения цели бомбардировки Лесли Гроф создал специальный комитет из сотрудников Манхэттенского проекта и Военно-Воздушных сил США. Комитет имел целью, я цитирую соответствующий документ, «максимизировать влияние от любого использования атомной бомбы с тем, чтобы показать японскому правительству, что оно может вызвать огромные бедствия». Конец цитаты. Соответственно, были разработаны критерии для претендентов на бомбардировку. Стратегически значимый крупный город между Токио и Нагасаки, не менее трех миль диаметром, не затронутый предыдущими бомбардировками союзников, без лагерей для военнопленных антигитлеровской коалиции. Таким образом, было отобрано 17 городов. Как видим, американские военные преследовали цель устрашения руководства и населения Японии. О последнем говорилось в ходе последовавших совещаний военных струнов. Вряд ли эти аргументы сегодня могут кого-нибудь убедить в необходимости атомных бомбардировок городов с населением в сотни тысяч человек. Но тогда, в 1945 году, эти бухгалтерские калькуляции убедили. Интересно отметить, что американский национальный исторический парк «Манхэттенский проект», открытый в 2015 году, почти сразу же оказался под огнем критики японского общества распространения исторических парков. Причиной послужило то, что в экспозиции, посвященной атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаги, ничего не говорится о гражданских жертвах. А ведь так посетителям станет очевидна преступность этой акции. Как видим, аргументы противников покаяния перед Японией основаны как на исторических документах, так и на концепции собственной исключительности. В то же время, сторонники покаяния перед Японией апеллируют к гуманистическим принципам. Тем самым, которыми руководствовались советские генералы, приказывая не использовать артиллерию и ковровые бомбардировки против европейских городов. Как сказал Уинстон Черчилль, история будет ко мне благосклонна, ведь писать ее буду я. И нынешнюю историю Второй мировой войны пишут победители в Холодной войне. Россия имеет возможности для того, чтобы отстаивать свою позицию по историческим вопросам на международной арене. Но для этого надо системно работать на основе диалога с экспертами-историками. Благодарю за внимание.